Реализация программы «Дорожная карта бизнеса-2020» является важным инструментом комплексной поддержки предпринимательства, особенно в регионах. В августе этого года будет три года, как был подписан первый договор субсидирования с ладокурганской компанией КНРКБ, которая сейчас уже занимается экспортом своих аккумуляторов. Поэтому я в своём докладе больше остановлюсь на вопросах эффективности инструментов программы «Дорожная карта бизнеса». Итак, правительством были заданы пять целевых индикаторов, исполнение которых является основной целью программы. Первый индикатор – это объём кредитного портфеля, который должен быть ежегодно просубсидирован. На сегодняшний день общая сумма кредитного портфеля по субсидированию достигла 528,8 миллиардов тенге при плановом показателе 400 миллиардов, что на 33% выше заданного планового уровня. Вторым индикатором была доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП – 12,5%. Необходимо отметить, что в среднем по республике этот показатель составляет 11,4%, но при этом в разрезе регионов данный индикатор превышен уже в семи областях – Караганинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях, Алматинской, Ахмолинской, Жамбылской. Следует учесть, что производство большинства реализуемых проектов в рамках программы пока не запущено на полную мощность, поэтому этот индикатор к 2015 году будет выполнен. Доля несырьевого экспорта – третий индикатор. В общем объеме экспорта составляет 26,8%. При этом в разрезе регионов данный индикатор превышен в восьми областях. Можно выделить Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Алматинскую область и Павлодарскую, где этот показатель уже выше 70%. В объеме производства обрабатывающей промышленности доля несырьевого экспорта составляет 73%. В целом по республике целевой индикатор уже достигнут. За четыре последних года уровень производительности труда вырос в 1,7 раза. При этом среднереспубликанский уровень превышен уже в пяти регионах. Таким образом, те целевые индикаторы, которые определены в программе, на сегодняшний день в ходе реализации программы выполняются. Если говорить о ходе реализации программы, то можно отметить, что за три года мы достигли узнаваемости программы. Число подписанных договоров субсидирования в 2012 году выросло почти в 2,5 раза по сравнению с 2011 годом. Объем кредитного портфеля предпринимателей, которые участвуют в финансовых инструментах программы, вырос на 60% только за последний год. При этом общий объем выплаченных субсидий за три года реализации программы уже достиг 30 миллиардов тенге. Самым важным аспектом программы является ее направленность на поддержку действующих и создание новых рабочих мест. Так, в рамках программы на сегодняшний день создано и поддержано уже 136 тысяч действующих рабочих мест и создано 34,7 тысяч рабочих мест. Это мы называем социальным эффектом программы «Дорожная карта бизнеса-2020». До конца года 2014 в рамках бизнес-планов наших предпринимателей планируется создать еще 8 тысяч рабочих мест. Бюджетным эффектом программы мы называем сумму выплаченных налогов участниками нашей программы. По нашим оценкам, участники программы выплатили 58 миллиардов тенге налогов. В результате мониторинга проектов это установлено. Еще 117 миллиардов тенге налоговых поступлений бюджет получит до конца 2014 года. Здесь взяты всегда даты до 2014 года. Это те даты, по которым заключены уже действующие договора субсидированием. В разрезе приоритетных отраслей экономики очень важно добиваться максимального охвата предпринимателей, которые имеют право на участие в программе. Мы проанализировали по 2011 году общий объем кредитования экономики, который был выдан всеми банками второго уровня в приоритетных отраслях. И сравнили с тем объемом, который на сегодняшний день уже поддерживается. И мы видим, что 12% объема кредитования экономики задействовано в программе «Дорожная карта бизнеса». Самым главным фактором является, что в обрабатывающей промышленности доля выданных кредитов в рамках ДКБ составила уже 15% от всего объема кредитования данной отрасли. Вторым фактором, весьма важным, является вовлеченность тех предпринимателей, которые действуют в приоритетных отраслях. Мы сравнили количество участников ДКБ с бизнес-регистром, который ведет агентство по статистике. Взяли только юридических лиц, то есть тех, которые созданы в форме товарищей с ограниченной ответственностью акционерных обществ, и в каждой отрасли сравнили с тем количеством участников, которые есть в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Можно отметить, что 4,8% в целом по приоритетным отраслям. То есть каждая 20-я компания, которая зарегистрирована в бизнес-регистре в этих отраслях, уже работает в ДКБ. И в обрабатывающей промышленности мы достигли показателей 9,1, то есть каждая 10-я компания. Кроме этого, мы очень внимательно отслеживаем долю созданных и поддержанных рабочих мест в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» в общем количестве работников, занятых малым и средним предпринимательствами. На сегодняшний день этот показатель достиг 20%. Каждое пятое рабочее место в малом и среднем бизнесе создано и поддержано в рамках «Дорожной карты бизнеса». Наибольшая доля созданных в обрабатывающей промышленности – 41% и в сфере здравоохранения частного и социальных услуг – 46%. В декабре 2012 года фондом «Дому» было проведено исследование участников программы. Мы провели письменный опрос 1116 респондентов, тех, которые пользуются в основном финансовыми инструментами нашей программы. Всё это проводилось путём анкетирования с целью изучения их отношения к действующему механизму реализации программы, к оценке её эффективности и выявлению предложений со стороны бизнеса по улучшению существующих механизмов. Опрос показал, что предприниматели очень правильно реагируют на соответствующую помощь государству. Они повышают прозрачность своего бизнеса. В частности, 55% опрошенных отметили увеличение объёмов налоговых отчислений в бюджет. При этом предприниматели прекрасно понимают значение вклада персонала в достижение их бизнес-целей, что в свою очередь благоприятно отражается на улучшении социально-экономических показателей положения населения регионов. Так, 53% респондентов отметили рост численности наёмных работников при росте компаний. 47% повысили средний размер заработной платы своих работников. Таким образом, программа «Дорожная карта бизнеса» способствует не только повышению занятости, но и росту доходов работников сферы частного предпринимательства. По финансовым показателям респонденты отметили, что показатели чистой прибыли выросли в целом на 33%. В среднем на 30% выросла удовлетворённость клиентов. Показатели рентабельности численности наёмных работников и выручка увеличились в среднем на 27%. Средний размер заработной платы увеличился на 17%. Дальнейшее развитие программы будет направлено на расширение программы путём вовлечения всё большего количества участников и предпринимателей, особенно в программах обучения и консультирования, для подготовки уже в инструментах финансовой поддержки. Кроме этого, будет усилена глубина мониторинга программы с выявлением объёмов налоговых поступлений и к чёткой привязке количества создаваемых и поддержанных рабочих мест к картам занятости в регионах. Спасибо за внимание.